В сегодняшнем видео я вам рассказываю о семи трендовых цветах и о том, как можно интегрировать эти цвета в свой ежедневный стиль так, чтобы выглядеть с одной стороны модно-осведомленной, но с другой стороны создавать абсолютно уникальные и неповторимые цветовые сочетания. Сегодня моя любимая рубрика «Как сочетать цвета». Всем привет! Меня зовут Елена Галанты. И в сегодняшнем видео говорим о моей любимой теме «Цвет и стиль». Итак, семь трендовых цветов, но в уникальных цветовых комбинациях. И цвет номер один – это коричневый. Я решила начать с коричневого, потому что это, кроме того, что самый трендовый цвет, так еще и самый практичный цвет, особенно если мы говорим с точки зрения зимнего сезона. Итак, я вам показываю свой аутфит. Коричневые брюки я сочетаю с бежевым шарфом, это шарф-кос. В вашем исполнении это может быть сочетание других вещей. Я создаю образы из того, что я нашла у себя в гардеробе. И я добавила, это, кстати, моя новая сумочка, замшевая, очень трендовая. Оставлю все ссылки в инфобоксе. И у нас получается сочетание коричневый плюс бежевый. И, как вы видите, я добавила фуксию. Вы можете взять любой оттенок розового цвета. Я люблю фуксию, я люблю яркие насыщенные цвета. Фуксия, фиолетовые – два моих любимых оттенка. И в этом образе у нас получается два оттенка коричневого. Темный коричневый, бежевый плюс розовый. Сочетание очень яркое, я понимаю, не для каждой. Но я надеюсь, здесь я вас вдохновила. Потому что вторая версия этого образа, назовем это образ 2, для тех, кто хочет чуточку больше, более продвинутая версия, скажем так. Я заменяю коричневую сумку на оранжевую сумку. И у нас получается цветовое сочетание коричневый плюс оранжевый плюс розовый. Объясняю с точки зрения теории цвета, что здесь вообще происходит. Итак, коричневый, он же бежевый. В своей основе это оранжевый. Потому что если взять оранжевую краску и налить туда много черной краски, у нас получается коричневый. То есть, по сути, коричневый плюс бежевый плюс оранжевый – это монохромное сочетание цветов. Потому что это один и тот же цвет, но в разных светимостях. Яркий оранжевый и затемненный оранжевый, он же коричневый. И когда к этому сочетанию добавляется еще ярко-розовый, у нас получается аналоговое сочетание цветов. Потому что оранжевый и розовый находятся рядышком друг с другом в цветовом круге. Я надеюсь, я вас вдохновила. Вспоминайте, что есть у вас в гардеробе. Ну а, конечно же, все вещи, которые я использую в сегодняшнем видео, залинкованы в инфобоксе вместе со всей необходимой информацией для того, чтобы повторить мои аутфиты. Образ номер два. И здесь я хочу начать с темно-синего цвета. Navy Blue то, что называется. Я знаю, что этого цвета всегда очень много у вас в гардеробе. Это хороший аналог базовому черному. Если вы, допустим, устали от банального черного, и я знаю, что многие уже перешли на темно-синий, как можно его освежить и разбавить? Я предлагаю добавить небольшие вкрапления ярко-голубого. Пускай он даже будет бирюзовый, это не важно. Но какой-то очень насыщенный голубой или бирюзовый. И у нас, по сути, с вами получается такое прекрасное сочетание, очень похожее на такое темное зимнее море вместе с ярким голубым небом, когда, допустим, солнце в зените. Мне кажется, вот такое поэтичное сравнение этого образа с морем это как раз идеальная метафора. И я добавляю к образу сумку из первого аутфита. Это та же самая LEM, кажется, это бренд. Не помню. Я оставлю сумку в инфобоксе, абсолютно трендовая, из такой богатой замши. Очень мне, кстати, понравилась эта сумка. Итак, сочетание вам на заметку. Темно-темно-синий, насыщенный ярко-голубой и базовый нейтральный бежевый, как дополняющий переходной цвет. Идем дальше. Сейчас у нас будет нечто погорячее. Берем самый главный тренд сезона. Это золотые текстуры. Они могут быть и серебристые, но в данном видео я решила взять золотистую текстуру. У меня вы видите сапоги Zara, кажется, это тоже оставлю ссылку в инфобоксе. И я добавляю к образу много-много серого. Золотая текстура, особенно вот в таком объеме и в такой блестящей фактуре, это всегда очень яркое заявление. И его всегда хочется, это заявление, чем-то успокоить, чем-то сбалансировать. Поэтому я добавляю серую юбку кос, добавляю белый кардиган, это может быть или белый свитер. Просто как успокаивающие нейтральные цвета. Здесь мог бы быть и полностью серый аутфит. Я добавила сверху замшевую, нет, не замшевую, шерстяную курточку Arquette. Тоже ее недавно купила. Очень довольно такой минималистичный, очень современный дизайн у нее. И изюминка образа, это сочетание золотой текстуры с сиреневым шарфом, с сиреневым акцентом. Почему мне нравится это сочетание? Потому что... И теперь возвращаемся к теме теории цвета. Желтый, это и есть золотой, но просто с такой дополнительной, да, блестящейся фактурой. Заикаюсь. Итак, золотые сапоги, по сути золото это желтый цвет. Если мы посмотрим на цветовой круг, то противоположный цвет к желтому это фиолетовый. Значит, интересное, достаточно яркое, цепляющее цветовое сочетание, это у нас желтый плюс фиолетовый. Просто в данном случае у нас желтый имеет металлизированную текстуру, а фиолетовый превратился в сиреневый. То есть в очень выбеленный, выбеленный фиолетовый. Но по сути это все тоже комплементарное сочетание цветов. Просто немного в одном случае интересная фактура, в другом случае выбеленный цвет. Он не фиолетовый, он сиреневый. И много-много нейтрального. Белого, серого просто для того, чтобы заземлить образ, чтобы он не выглядел слишком таким помпезным. И чтобы он выглядел абсолютно насимельным. А следующий образ? Следующий образ тоже решила немножечко поэкспериментировать. Итак, давайте поговорим об еще одном трендовом цвете, а именно бургундия. То есть темно-темно-темно-затемненный красный. Про красный мы тоже будем много говорить, но ближе к концу этого видео. Итак, бордовый. Бургундия, бордовый, неважно какие именно оттенки. Как можно освежить этот цвет, чтобы он выглядел не слишком скучным? Потому что бордовый это хороший базовый цвет. Он сочетается на самом деле с очень многими другими. Потому что он такой спокойный, затемненный. Но как сделать так, чтобы образ засверкал? Я предлагаю добавить оранжевый. Потому что бордовый это затемненный красный. А красный плюс оранжевый это еще одно, ну скажем так, аналоговое сочетание цветов. Не буду здесь продолжать вас грузить. Просто показываю вам свой аутфит. На мне вы видите шерстяное платье. Даже кажется оно кашемировое, я не помню. Плюс сумка в темно-темно-темно-красном цвете. Образ получился тоже очень яркий. Я понимаю, что не для каждого выхода в свет. Но что я предлагаю? Предлагаю просто адаптировать это цветовое сочетание. Если для вас это слишком, вы берете полностью серый аутфит, полностью черный аутфит, какой-нибудь нейтральный цвет. И добавляете небольшие объемы сочетания оранжевый плюс бордовый. Вот просто небольшие какие-то аксессуарные сеты, допустим. Это если есть желание адаптировать мой образ. Ну а, как всегда, все ссылки в инфобоксе. Идем дальше. На мне вы видите трендовую пышную юбку, но в нейтральном сером цвете. Мне нравится, когда какие-то такие яркие тренды успокаиваются нейтральными цветами. Итак, серая юбка. Дальше на мне вы видите пола. Джемпер с воротничком пола от бренда Lily Silk. И под низ я надела сиреневый пола. Мой старый пола от бренда Cos. Во-первых, мне здесь нравится стилистическое сочетание вот этого двойного воротничка. Мне кажется, в этом есть какая-то такая особая изюминка. И добавляю красные сапоги, которые тоже в моем гардеробе уже очень давно. Накидываю сверху курточку. Ту же самую из первых образов Arket серого цвета. Берет просто для того, чтобы немного поиграть во французский шик. Не обязательно, чтобы он здесь был. И у нас король образа, герой образа это сочетание красный плюс сиреневый. Мне нравится использовать в этих видео одни и те же вещи, чтобы показывать вам, как можно разнообразить одни и те же вещи, даже если они вам кажутся в каких-то необычных цветах. Как можно их по-разному сочетать, создавая что-то особенно такое интересное. Итак, герой этого образа это сочетание красный плюс сиреневый. Кстати, он мне напоминает какой-то цветок, но я не могу вспомнить какой. И что мне нравится еще в этом образе, что он одинаково шикарно смотрится как на улице вместе с верхней одеждой, то есть с курточкой и с шарфом. Так и внутри помещения, когда вы снимаете куртку-шарф, и у вас остается этот двойной воротничок пола, и у вас есть неназойливое легкое сочетание сиреневого плюс красный. Очень мне нравится это сочетание и стиль в целом в этом образе. В общем, да. И теперь давайте еще поговорим про красный, потому что я понимаю, что если и говорить о самых трендовых цветах, то, наверное, первый цвет, который вспоминается в этой категории, это, конечно же, классический красный. Итак, как можно сочетать красный на каждый день, чтобы не создавать слишком перегруженные образы, потому что, конечно, красный это, ну, это заявление всегда. Итак, красный плюс сиреневый я вам показала, и теперь более, еще более носибельное, простое сочетание, но интересное по своему, ну, скажем так, да, посылу. Итак, я беру практически такую же основу образа. У нас есть серая юбка, трендовая пышная юбка, но в этот раз я ее сочетаю с нейтральной базовой водолазкой. Тоже в сером оттенке мне нравится, что серые имеют разную светлоту. Более темная юбка, более светлая водолазка. Я добавляю красный шарф, причем завязываю его вот так немного полубантиком, скажем так, чтобы добавить игривости, это хорошо сочетается с беретом. Сапоги вы уже видели с прошлого образа. И теперь я добавляю бордовый. Бордовый всегда, бургундия, выглядит очень благородно, очень изысканно. И вот что хорошо в бордовом, то, что он идеально сочетается с красным, потому что, по сути, это один и тот же цвет. Красный-красный, а бордовый это красный, в который налили много-много черной краски. Это идеальное монохромное сочетание цветов, но оно очень облагораживает и успокаивает красный. Вот такое сочетание у меня получилось. Я надеюсь, вы сейчас сидите и вспоминаете, что есть у вас в кардеробе. Если чего-то не хватает, как всегда, ссылки в инфобоксе. И я даже не верю, что у меня получилось такое короткое видео. Мне кажется, это будет новый рекорд самого короткого видео у меня на канале. Но самое главное, что я вам рассказала про 7 образов, 7 сочетаний цветов, 7 трендовых цветов. И я надеюсь, что вы посмотрели в сторону цвета, и что вы теперь его не боитесь, и что я вас вдохновила попробовать кое-что новенькое. Всем хороших праздников, обнимаю, целую, и до следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok